Во-первых, in general, это новые методики, это новые способы лечения, новые лекарства. Но если мы говорим о уязвимых группах пациентов, таких как онкологические пациенты, то это может фактически спасти их жизни. То есть участие в клиническом исследовании может продлить жизнь пациента до того момента, как это лекарство появится на рынке и доступно для данного субъекта. Это жизнеспасающая ситуация. Потому что сейчас очень много прорывных лекарств. Вот, например, тот же самый сафосбулвер. Пару лет назад гепатит С, который считался неизлечимым, теперь лечатся, ну, определенные генотипы, они лечатся в 97% случаев. Это то заболевание, которое считалось неизлечимым, которое приводило гепатоцеллюлярно к карциноме. Люди умирали, когда я учился в медвузе, это называли ласковые убийцы. Сейчас это абсолютно излечимое заболевание. Я бы сделал систему подтверждения качества работы клинических центров в России. Саморегулированная какая-то организация, сообщество исследователей. Почему? Потому что нам надо менять имидж клинических исследований в России. Ну, может быть, раз в полгода. Не раз в год. Самое главное – это живое общение, живое обсуждение своих вопросов. У кого-то они могут быть одинаковые, кто-то уже нашел решение, кто-то еще нет. Ну, нужно, нужно и нужно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!